Всем привет, меня зовут Даша, и сегодня я вам буду показывать свою коллекцию косметики. Это будет всего лишь первая часть, потому что косметики у меня довольно много, хочется показать, рассказать всё. И это видео уже будет очень длинным, я вас заранее предупреждаю, потому что я решила, что я буду рассказывать о каждом продукте. То есть не просто его показывать, но и рассказывать свойства, характеристики и так далее. Я вам всё буду предметно показывать, но пока покажу, как у меня всё это дело хранится. Здесь у меня стоит мой кейс визажиста, потому что мне иногда нужны продукты отсюда. Это подставочка, вот мне подружка на день рождения подарила вот такую и вот такую. Безумно красиво, здесь для кистей я организовала, а эту я ещё не знаю, как лучше пристроить. Антисептики сейчас без них никуда, здесь у меня чистые простерилизованные кисти лежат для работы. И дальше необходимые вещи. Здесь у меня самые популярные помады и средства для губ лежат, но не совсем это удобно, поэтому буду смотреть. Дальше сама косметика лежит у меня вот так, показываю вам, как есть. Ничего не меняла, здесь такое условное разделение. И как вы видите, вот эти вот полочки очень далеко и глубоко расположены, поэтому их использование вообще неудобно. Больше в доступности эти. Но уже я столкнулась с той проблемой, что далеко не всё помещается. Ещё, конечно же, есть вот такая вот полка. Это, наверное, одна из самых любимых, потому что здесь хранятся палетки, что-то такое высокое. И там очень много всего, ресницы, накладные, клей и так далее. Из декоративной косметики это, в принципе, всё. Ещё там есть загашники, как говорится. Во всех остальных ящиках у меня уходовая косметика. Ну и давайте не будем затягивать и смотреть на мою коллекцию косметики. Часть первая. Итак, первая категория это будут базы под макияж. Количество такое средненькое, не сильно много, не сильно мало. Буду пару слов по каждой базе говорить. Во-первых, вот такая вот подсвечивающая база от Valar. Это польский бренд. Она такая розоватая и там внутри довольно крупные блёстки. Ну, неплохо так подсвечивает, особенно для таких каких-то, знаете, инста-макияжей. И также от Valar есть у меня вот такая вот база, заполняющая морщины. Она прям вот как ластик работает для морщин. Эти базы довольно-таки бюджетные. Я их всё равно с удовольствием вижу. От Valar есть у меня вот такая база. Она уже с помпой идёт. И, как вы видите, она зелёного цвета. Потому что предназначена для корректировки, цветовой корректировки тона лица. Когда лицо покрасневшее. Есть, знаете, у кого-то даже не высыпание. А сам тон лица склонен к красноте. Вот тогда использую эту базу. Вот эта база от Revlon. Она вообще очень уникальная тем, что это просто фотошоп в баночке. На самом деле это очень такая плотная силиконовая текстура, которая затирает поры моментально. Знаете, даже если поры как кратеры, всё равно эта база заполнит. И будет хорошо подготавливать лицо для дальнейшего нанесения тонального крема. Есть у меня также база от Beko. Они есть в двух вариантах. Есть такая вот лавандовая. Есть в такой жёлтой упаковке золотой. Это очень приятная база. Она лёгкая, она хорошо пахнет. Знаете, вот если продукт стоит своих денег, так вот это как раз про эту базу. Также база от Etude House корейская. Glow On. Видите, она такая интересная за счёт своей необычной текстуры внутри. Она, кстати, стеклянная. И помпа здесь присутствует. Это такое, знаете, не совсем бюджетное средство. Но и не сказала бы, что оно мне гипернравится. Больше, знаете, какая-то эстетика здесь присутствует. Вот это вещь от Charlotte Tilbury. Фильтр. Это универсальное средство. Его можно как в тональный подмешивать, так и использовать просто как базу. Такую лёгкую, подсвечивающую. У меня оттенок 3. Хотя он кажется таким не совсем светлым. На самом деле подходит большинству. Идеален для заполнения каких-то мелких морщинок. Возможно, для возрастного макияжа вообще просто must have. База от The Ordinary. Это довольно силиконистая база. Но, знаете, как-то душе приятно, если ты используешь средства The Ordinary как первый этап в макияже. Всё-таки хочется думать, что не совсем он забивает поры и так далее. Хотя он силиконовый. И написано даже, что он содержит в себе силиконы. Так что не стоит их бояться. Просто нужно хорошо заниматься демакияжем. Также вот такая вот база от Douglas. Я когда-то вам рассказывала о нём. Просто на том видео было очень мало просмотров. Поэтому, если вы пропустили. То вот такие вот праймеры. Он такой, знаете, немножечко лавандового цвета. Я использую, когда мне нужно нейтрализировать желтизну тонального крема. Фиолетовый такой пигмент хорошо с этим справляется. Поэтому для этих целей купила вот эту базу. Она мне нравится. Вот эта база от KIKO появилась у меня сравнительно недавно. Но вы знаете, что это просто must-have. Очень много визжистов используют эту базу. Есть Hydra Pro Glow и Hydra Pro Mate. Я взяла именно сияющую версию. Очень интересная база. Она, знаете, делает эффект холёной кожи. Вы знаете, возможно, это такой же штамп в косметическом бьюти мире. Но лицо очень красиво выглядит. Оно даже немножко уже затонированным кажется. Плюс похож эффект на вот этот вот фильтр. К тому же здесь 30 мл, да. А здесь целых 50. К тому же KIKO позиционирует это средство как уходовое. Поэтому это такое два в одном. Наверное, я очень долго рассказываю. Также база такая выглаживающая от PS почти закончилась неплохая. И вот такая вот база от HIN Stop Drying. Она увлажняющая. Как вы понимаете, увлажняющая база у меня мало. Потому что для таких целей можно использовать увлажняющий крем. Я собирала тональные по квартире и даже не думала, что у меня их так много. Начну с тонального от Catrice. Обожаемый мною плотный тональный. Один из самых лучших плотных тональных для жирной кожи в бюджетном сегменте. Дальше тоже Valar. Недавно я делала онлайн урок в инстаграме по макияжу. Показывала этот тональный. Он просто потрясающий. Хотя он заявленный как увлажняющий. Но на самом деле он довольно-таки плотный. Хорошо очень ложится на кожу. Если вам будет интересно, расскажу поподробнее. Есть также у меня от A.O.A. BB крем. Но по своей текстуре он мне не совсем подошел. Поэтому я вам даже ничего про него не рассказывала. Тон от Rival De Lue. Это узкий бренд специально для сети магазинов Rossman. А когда-то тоже рассказывала вам о нем. Потрясающий тональный. Я его хвалила. Он очень тонкий, очень легкий. Можно с ним работать легко. Поэтому я от него в восторге. Тональный от Dermacol. Вы знаете какой он популярный. Я ни в коем случае вам не советую его использовать на все лицо. Настоятельно рекомендую использовать его точно в качестве консилера. Дальше BB крем от Dr. Jart Silver Label. Есть еще золотой. Из BB кремов это, наверное, один из самых лучших, который у меня был. Потому что он действительно стоит своих денег. Он довольно плотный. Хорошо пахнет. Хороший по стойкости. Особенно если его дальше закреплять пудрой. Хороший объем. Вообще корейские средства подходят для моей кожи. Поэтому я их люблю. Также есть у меня вот такой тональный крем малышка. Хотя кажется, что совсем маленькая упаковка. Но здесь 25 грамм. Это тональный крем от Miniso. Miniso, я так поняла, это что-то японско-китайско-корейское. Очень легкий увлажняющий крем. Крем в очень-очень светлом оттенке. Вот видите, у меня единичка. Я увидела оттенок и влюбилась сразу же. Безумно классный, но быстро заканчивается. Также крем от Nutra-Gina. Я его покупала, по-моему, даже дважды. Так сильно он мне зашел. Он практически ничего не перекрывает. Очень хорошо подходит для обычного, такого стандартного дневного макияжа. Конечно же, Estee Lauder Double Wear. Я думаю, что здесь вообще не нужно никаких дополнительных сведений. Вы и так знаете, что это самый известный тональный плотный крем в мире. У меня оттенок 1N1 Ivory Nude. И он, правда, очень светлый. Я знаю, что существует еще светлее. Но для моей светлой кожи этот подходит идеально. Но, опять же, есть нюансы в его использовании. От AOA также тональный крем капельный. Это уникальное средство. Во-первых, написано, что он наслаивается. И что у него такой сатиновый финиш. Но я бы назвала этот финиш матовым. И я оценила по достоинству этот тональный за счет его тонкости покрытия. Можно вообще его положить самым легким слоем. А дальше наслоить до нужного варианта использования. Очень даже неплохой, достойный. Возможно, если вам будет интересно, расскажу подробнее. Вот Revolution Pro. Это такая про-линейка профессиональной серии косметики Makeup Revolution. Это Full Cover Camouflage. Ну, как бы, когда-то мы уже с вами слышали такое название. Во-первых, оттенок довольно желтый. Во-вторых, текстура мне не совсем понятная. Поэтому мне тональный крем этот не зашел. Вот Revlon такой старичок. Его, знаете, хоть вытирай, хоть не вытирай, все равно остаются какие-то непонятные разводы и на крышках и так далее. У меня этот тональный в очень светлом 110 оттенке для белоснежек подойдет практически идеально. Он есть в двух вариантах. Для нормальной и сухой кожи и для комбинированной и жирной. Он довольно стойкий. В общем, такой хороший, тональный за свои деньги. Дальше такой BB-крем от Limony Aqua Max. Здесь целых 40 мл. Плюс есть SPF. На первый взгляд он может казаться темным. Но дальше он хорошо очень раскрывается на коже. Он вообще не подчеркивает шелушения. Я осталась довольна этим BB-кремом. Хотя он довольно дорогой, как по мне. Дальше тональный от Staj Genius, наверное. Так читается бренд. И на первый взгляд даже не скажешь, что он китайский. Да, это действительно китайский тональный крем. Хотя он в такой стеклянной тубе. И такой довольно увесистый. Плюс текстура у него интересная. Я еще в процессе тестирования. Поэтому свое заключительное мнение в каких-то из видео вам расскажу. Из таких, знаете, косметических титанов в моей коллекции. Это Givenchy Matissime Velvet. Это легендарный тональный крем. На самом деле я очень сильно давно его хотела. Смотрела, где можно купить максимально выгодно. У меня оттенок 01. И несмотря на то, что он позиционирует себя для жирной кожи. Для такой, возможно, даже отчасти проблемной. Но это очень легкий тональный. Он дает легчайшее покрытие. Он хорошо застывает на коже. Также есть нюансы в его использовании. Но я, наверное, эти нюансы все-таки прощаю. Потому что это Givenchy. И хочется иметь в своей коллекции именно такое средство. Дальше тональный от Max Factor Lasting Performance. Это старичок. Мне не совсем подходит ни оттенок. Он чересчур розовый, не текстура. Поэтому мне нужно вообще от него избавиться. Также, скорее всего, избавлюсь от этого тонального от Glamby. Когда-то в Еве купила его на огромных скидках. Гривен, наверное, за 50-60. Он тоже капельный. Но в нем очень большие блестки. Вы знаете, такие крупные отдельно стоящие блестки. Которые видно на лице. В общем, они, наверное, что-то такое красивое сияющее. Пытались создать, но у них это не получилось. BB-крем от Misha. Который тоже уже у меня практически закончился. Вы знаете, что корейские BB я обожаю. От Holika Holika тоже мне BB нравится. Но он у меня уже закончился. Даже две упаковки. Этот BB очень хорош. Он мне нравится своим серым подтоном, который можно выровнять, если вам такой эффект не нравится. Он довольно плотный. Также мне нравится то, что здесь очень хороший SPF на лето подходит. У меня 21 оттенок. По-моему, это самый светлый. От Wet n Wild Photo Focus. В свое время он просто взорвал американский YouTube. Очень многие визажисты и блогеры о нем снимали. Такие, знаете, у меня интересные мнения по поводу него. Я в последующих видео сравню его с Estee Lauder. И вы увидите, какие в нем есть сходства с ними и какие расходства. От Pierre René Skin Balance. Я думаю, что на YouTube вы не видите эту марку и не слышите о ней. Хотя это довольно известный профессиональный польский бренд. Я его с удовольствием ношу в своем кейсе визажиста. Он очень хорош для очень стойкого макияжа. В частности, для макияжа невест, которым нужен просто высочайший, стойчайший макияж. Также для выпускниц. Дальше у меня тональный от PS Long Cover Fluid. У меня он в 0,5 оттенке. Есть вот это 0,5 и 1. Это самое популярное. Раньше все визажисты, которых я знаю, на которых я подписана, просто пищали от него. Сейчас, конечно, уже есть более современные текстуры, более новые и совершенные. Но это такой середнячок. Если там брать какую-то шкалу, то я его поставила где-то посерединке. Конечно же, куда в моей коллекции без коллагена. Меня не останавливает даже сильный жасминовый аромат. Меня не останавливает то, что, возможно, могут попасться подделки. Я точно знаю, что этот у меня оригинальный. Потому что это один из самых лучших тонов для сухой кожи. Для работы его использую с удовольствием. Очень многим девушкам он нравится, как выглядит на коже. И последний, может даже не последний, это то, что я в квартире нашла, пока готовилась к видео. Это L'Oreal Infoable. У меня 0,9 оттенок, слоновая кость. И когда-то я очень долго сомневалась, покупать мне его не покупать, нужен мне нужен. Но решилась. Это один из таких самых, наверное, известных плотных тональных в масс-маркете. Не могу сказать, что он меня сверх впечатлил, но и не расстроил. Это, кстати, оттенок, который сложно найти. Я помню, что я прямо в Еве охотилась, чтобы его приобрести. Он довольно небюджетный. Я думаю, что есть ему хорошие, более дешевые, альтернативные замены. Дальше у нас категория консилеров. И самый первый, и самый главный, наверное, самый на данный момент любимый, это Tarte Shape Tape. Что бы вы о нем ни говорили, кто бы его как любил или не любил, я его люблю. Он плотный, он хорошо смотрится, ну, лично на моей коже. И под глазами, и на воспалениях. Он очень концентрированно пигментированный, поэтому его нужно совсем чуть-чуть. Правда, у меня такая проблемка с ним возникла, что, возможно, как-то не то было с ограничителем. Потому что чересчур много продукта выделяется, и потом он остается на вот этих вот стенках. И, получается, расходуется зря. Но я, возможно, даже немножко его экономлю, чтобы он у меня подольше прослужил. И сразу за ним покажу вот такой консилер от O2O. Сейчас не буду спойлерить и сравнивать их с Tarte, но я планирую видео о альтернативах, о заменах люкса. Поэтому эти два красавчика будут фигурировать в нем вместе. Расскажу вам все подробности. Вот такой консилер у меня есть от Trended Up. Это немецкий бренд, специально для сети магазинов DM, разработан. Это очень легкий консилер, который подходит везде и каждому, потому что он очень легкий. Вот прям легче не бывает, легче не придумаешь. Он легко распределяется, очень быстро, он хорошо фиксируется. Вообще никаких проблем у меня с ним не возникает. Люблю с ним работать, когда мне нужно такое совсем маленькое незаметное покрытие под глазками. Дальше консилер от Evelyn. И я могу заявить, что это один из самых лучших бюджетных консилеров, которые вообще в принципе у меня были. Он прекрасен, хотя он не совсем плотный. Я бы сказала, что он очень легкий. И, конечно, лучше его использовать под глаза. Но для девочек, которые не требуют какого-то супер пигментирования и покрытия, я думаю, что им этот консилер понравится. За свои деньги он просто отрабатывает каждую копейку. Дальше консилер от Colourpop из серии No Filter. Я просто немножко протупила и заказала чересчур светлый оттенок Fea 02. Поэтому, как видите, он у меня даже уже немножечко, наверное, расслоился, потому что я его использовала раза четыре, наверное, за все время. Из-за его чересчур светлого оттенка даже для меня и даже под глаза он кажется прям белым. Плюс он довольно такой сухой, я бы сказала, и он очень сильно западает в морщинки, даже которые на первый взгляд не заметны, поэтому он мне не совсем понравился. Консилер от Artvisage. Здесь уже остатки. Я его очень долго использовала для работы и был у меня даже он не один, наверное, штучки три, потому что если выбираешь хорошее средство для работы, то потом уже не можешь остановиться. Если работает, значит пользуем. Очень неплохой, средненький и неплотный, и нелегкий. А вот этот консилер от BH Cosmetics, он очень плотный, он довольно темный, темнее, чем все остальные у меня, поэтому использую его для девочек, которым нужно что-то такое поплотнее и потемнее. Вот этот консилер, он, по-моему, недавно вышел у Bourjois. Я, смотрите, еще даже его не открывала, потому что есть другие, которые нужно использовать. Ждите последующие обзоры на этого малыша, я уже в предвкушении. Также ждет моего полного тестирования вот такой консилер от The Same, это тоже корейский бренд, довольно маленький здесь объем, но хорошие отзывы о нем слышала. Тоже пока складываю впечатление, однозначного решения не могу по поводу него сказать. Beresom это такой двойной консилер, он есть в двух вариантах, один для коррекции, а второй типа как для контурирования, но не знаю, насколько это применимо в жизни. Как вы видите, он двойной, здесь более светлый оттенок, здесь более темный. Более темный, конечно, у меня еще есть практически в полном объеме, а вот светлый, потрясающий, хорош на зоне под глазами, ничего не подчеркивает, хорошо перекрывает, даже такой довольно интенсивный синячок. Плюс средство не заезжено корейское, потому что именно о нем я больше слышу от визажистов, чем от блогеров. Дальше вот такие вот остатки консилера от E.L.A. Girl, тоже в работе его использую. В свое время он мне очень нравился, но сейчас уже есть более такие интересные альтернативы, поэтому, наверное, больше его не буду покупать. Ну и, конечно, как же без Catrice Camouflage? Это один из самых известных бюджетных, плотных консилеров. У меня, кстати, оттенок 005. Раньше самый светлый был 10, теперь 5. Тоже он еще запечатан, потому что есть у меня другие. Не хочу, чтобы они зря выветривались и высыхали, пока я пользуюсь другими. Следующая категория – это пудры. Начну с Innisfree и скажу, что она мне не нравится. Вот нет должного матирования. Она недостаточно убирает сэбум, как по мне. Просто обычная маленькая пудра, в ней всего лишь 5 грамм. За, знаете, за последними тенденциями, когда следишь, понимаешь, что бренды пытаются сделать больше и больше грамм, так что 5 за свою стоимость – это очень мало, и пудра такая, ничего особенного. Очень похожа на нее тоже корейская Zero Sebum от Etude House. Она уже порядком получше, но тоже не идеальная. Матирование остается дольше, чем у Innisfree, но тоже она такая половинка на серединку, как говорится. Ничего такого сверхъестественного. Дальше прессованная пудра от Elf. Она такая, знаете, во-первых, она нужна для того, чтобы корректировать тон. За счет такого оттенка. Я помню, я заказывала ее где-то год назад, потому что мне хотелось альтернативу метеоритам, которые цветные. Такие, я думала, что, может быть, это будет что-то похожее, но ни в коем случае. Я думаю, что вы увидите такую замыленную поверхность. Это не совсем хорошо. Даже учитывая то, что пудра бюджетная. Корректирование не заметила, матирование не заметила. Вообще тогда не знаю, зачем эта пудра нужна. Рассыпчатая пудра от Revolution Lace. Здесь 35 грамм, то, о чем я вам и говорила. Хорошая пудра. Мне нравится объем. Не могу сказать, что это что-то невероятное. Но не могу сказать, что это что-то плохое, обычное. Самая такая простая пудра. Дальше пудра от PS. Это HD пудра. Поэтому я ее использую, когда мне нужен макияж на съемку, на видеосъемку. Также на девочках, клиентках и моделях. Очень я рада этой пудре. Она у меня прям палочка-выручалочка. Вот эта пудра от RCMA. Вот знаете, если говорят, что вам ее хватит безумно надолго, то это как раз о ней. Я честно не помню. По-моему, 80 грамм здесь. Здесь, по-моему, даже не написано. Из таких уникальных свойств это то, что здесь всего лишь тальк и силикоболь. Больше в этой пудре ничего нет. Если вы боитесь талька, опять же, не обращайте внимания на нее. Но она у меня уже довольно долго использовала. Я, ну не знаю, наверное, где-то процентов 15, чтобы вы понимали. Сработана специальным технологом, который разработал эту пудру для того, чтобы вспышки при фотокамере не бликовали и не было таких белесых следов. На лице я советую ее использовать очень тонким слоем. Тогда это действительно правда. Если переборщить, можно все-таки белый налет на лице увидеть. Дальше пудра Pro Touch от Misha. Она по упаковке чем-то похожа на PS. И оттенок здесь довольно светлый, но не белый. И практически никак не изменяет цвет тонального. Тоже неплохая пудра, хороший объем. Но сказать, что она какая-то сверхфеноменальная, нет. А вот пудра, которую я могу с радостью отметить, это пудра от Kiko. Это рассыпчатая белая пудра, которая на лице смотрится прозрачная. И она потрясающая. Вот если мы говорим о хорошем мотировании жирной кожи, тогда мы обращаем внимание на эту пудру. Я вам хочу показать, как она выглядит. Здесь получается такой, как спонж. В упаковке, дальше защитный слой. И сама пудра. Не совсем удобен мне такой вариант, что нужно наносить на эту пуховку. Я все-таки предпочитаю нанесение кистью. Но выглядит это не банально, не так, как остальные пудры. Ну и плюс очень хорошее свойство пудры. Я прям очень сильно ее оценила. Вот эта пудра от Focalure. Она, во-первых, мне нравится тем, что здесь не дырочки, а сеточка. Это очень удобно, когда не нужно ничего там переворачивать. Очень хорошо наносится на кисть. Оттенок 02 он и не белый, опять же, и не какой-то сверхтоновый. Просто оттеняющий такой оттенок пудры, который хорошо смотрится под глазами. А на всем лице не так хорошо, потому что все-таки пудра может быть заметна на лице. Не так, как вот остальные рассыпчатые пудры у меня. И последняя пудра это Makeup Revolution. И это не просто пудра, это получается пудрированная тональная основа. Ее можно использовать как пудру. И если плотным таким слоем, то и как тональный. И, кстати, у меня еще есть от Top Face пудра. Ну, ладно, я вам это уже рассказывала. Простите, что я сейчас о ней забыла и не принесла сюда. Если честно, довольно редко я ею пользуюсь. Хотя она такая нормальная. Вот если мне нужно какое-то сверхпокрытие, вот когда мне покрытие было от тонального или от консилера недостаточно, я беру и прям влажным спонжем наношу эту пудру. И тогда вот лучше не придумаешь, если нужно что-то плотное. Дальше давайте пройдемся по хайлайтерам. И первый он у меня появился сравнительно недавно, но уже успел мне полюбиться. Это такой хайлайтер-сердечко от Makeup Revolution. Он дает очень яркое, серьезное сияние. Единственный нюанс может подчеркивать текстуру кожи. Поэтому обратите внимание, если вам такой эффект не подходит. А в целом он потрясающий. Я люблю сияющий хайлайтер, и я вам, наверное, еще не раз сегодня об этом расскажу. Дальше вот такой хайлайтер от AOA. У него довольно интересная и необычная текстура, потому что он немножко, так знаете, аж проваливается. И очень красивое сияние дает. Немножко розоватое, не совсем такое типичное шампанское, к которому мы привыкли. Дальше хайлайтер от Colourpop. И если мне нужно что-то такое праздничное, сияющее, невероятно яркое, я беру этот хайлайтер. Это, наверное, самый сияющий из всех, которые у меня есть. Хотя его можно нанести просто легчайшим слоем, чтобы было такое немножко влажное сияние, влажный эффект. А можно наслоить до просто невероятного сияния, которое превосходит просто все, что есть у меня в коллекции. Дальше хайлайтер от Elf запеченный. Я в последнее время очень часто его использую, но за счет такой запеченной текстуры он очень медленно расходуется. Хороший хайлайтер на каждый день. Нейтральный у него такое сияние, не дает никакой подложки. Если ты отворачиваешься, просто так красиво подчеркивает скулы. Вот такой хайлайтер от Trend Detail я просто обожаю. Во-первых, оттенок очень хороший. Во-вторых, он наносится очень легко, тоже может наслаиваться. Обожаю его. Знаете, если вот не знаю, что мне сегодня нанести, беру его, он под все макияжи подходит. Вот такой хайлайтер от Rival De Loup. Он уже в более прохладном оттенке, который уходит немножко в розовинку. При правильном освещении тоже довольно интенсивный, но как-то не очень часто рука к нему тянется. Хайлайтер от Becca тоже, я думаю, вы уже все о нем знаете, ничего нового не расскажу. Именно в моей коллекции он уникален тем, что он довольно темный, поэтому если мне нужно нанести более темный тональный, ой боже, тональный хайлайтер, я беру именно этот продукт. Плюс он дает очень серьезное сияние, хотя если раньше он был уникальным, знаете, в своем сегменте раньше вот если какой-то супер сияющий хайлайтер, то все представляли Becca, а сейчас, конечно, уже более есть интересная, наверное, более бюджетная альтернатива ему. Дальше вот такой хайлайтер от Focalure. Я, наверное, даже не могу сказать, что это хайлайтер, это больше какой-то такой топпер, потому что хоть и кажется в упаковке, что это что-то такое красивое, интересное, но на самом деле это просто такие сгусток, блесток, таких синевато-холодных на такой масляно-кремовой основе. Не зашел он мне, я думаю, что его вообще нужно отсюда убрать. Есть у меня помимо сухих и кремовых хайлайтеров вот такие вот жидкие от Revolution в двух оттенках. Есть Rose Gold, вообще, он мне, по-моему, когда-то в подарок шел при заказе на Revolution Beauty, и поэтому я, по-моему, даже ни разу его не использовала, потому что чересчур какой-то темный оттенок, и Rose здесь даже не пахнет, какой-то больше медный оттенок. А вот этот уже Liquid Euphoric Gold, уже более такой носибельный, как по мне, очень красивое влажное сияние дает, но обязательно его нужно наносить синтетическими кистями, даже не пальцами, даже не бьюти-блендером или спонжем влажным, а просто синтетической кистью, такой, как шпателечки. Тогда это будет довольно хорошее покрытие, красивое. Дальше хайлайтер. Mary Lou от The Balm. Опять же, тоже не буду сильно долго на нем останавливаться. Легендарный, бестселлер. Это все, что я могу вам о нем сказать. Конечно, он уже устарел по своей текстуре, потому что, наверное, все хайлайтеры пошли от The Balm, поэтому все о нем знают и все с уважением к нему относятся. Но есть, на самом деле, гораздо лучшие и бюджетные варианты. Как, например, вот такой хайлайтер от Estrade. Он уже более рыхлый, поэтому он больше расходуется. Mary Lou больше хорошо спрессован. Но по оттенку они практически идентичны, по сиянию тоже. Это хороший такой русский бюджетный продукт. Рассыпчатый хайлайтер. Кстати, единственный в коллекции. Больше рассыпчатых у меня нет. От Revolution. Пить шампейн оттенок. Но его невозможно использовать на сухую, как говорится. То есть, просто, допустим, на тональный, даже тот же, не припудренный, не будет красиво. Я его смешиваю с жидким от Makeup Revolution и получаю просто какое-то супер сияние бомбовое, космическое, когда мне это нужно. Но вот в сухом варианте я вообще не знаю, зачем мне столько вот 35 грамм рассыпчатого хайлайтера. Дальше вот такой экземпляр от AOA. Раньше это был один из самых моих любимых хайлайтеров. Он, опять же, запеченный, похож на этот от ELF. Здесь даже по объему он больше. Оттенок Cream Puff. Потрясающий хайлайтер. И вообще, если вот я представляю себе идеальный хайлайтер, который бы я вот каждый день пользовалась, если бы он у меня был один, возможно, я бы выбрала именно этот. Он очень медленно расходуется. У него очень красивое сияние. Можно носить любыми кистями, даже пальцами. Люблю его. Дальше у нас вот Wet n Wild Highlighter, Blossom Glow. Очень много кто его хвалит, но я, наверное, не отношусь к этой категории, потому что именно этот оттенок дает довольно явное такое розовое сияние. В уголках глаз это смотрится очень красиво, но на лице прям виден этот розовый потон, который немножко поросячим даже смотрится. Поэтому я как-то его для этих целей не оценила. Хотя, вот видите, какая-то голографическая нотка даже в нем есть. Но все-таки больше для глаз или около глаз его лучше использовать. Ну и хайлайтер от Smart Girl. Если честно, катастрофически мало я его использую, потому что есть у меня лучший хайлайтер. Этот дает нереально деликатное сияние, то есть просто такое ровное, гладкое сияние, без единого вкрапления блесток каких-то крупных. Но он дает цветовую подложку. То есть, если мы отворачиваемся, особенно на более-менее светлой коже, есть такой как персиковый потон. Я вот не люблю это, поэтому не совсем он не зашел. Мне кажется, что это будет какое-то бесконечное видео. Буду его делить на 2-3 части 100%. Так вот, румяна это самая малопредставленная категория в моей косметике, потому что лично я не люблю румяна. И если что-то выбрала, то мне больше и не надо. Поэтому часть расхода на румяна у меня очень маленькая. Вот такие румяна от Vivo Ecstasy. Называют их аналогом Nars Orgasm. Оттенок, кстати, это единичка, потому что есть разные. Очень красивые румяна, которые дают такой сатиново-персиково-розовый отлив с мелкими золотистыми такими частичками. Вот если румяна, то именно вот эти. Как-то другие мне не совсем заходят. Вот эти румяна, это какой-то детский лепет, детский бред. Хотелось, чтобы это было что-то такое красивое омбре сияющее от AOA тоже. Но это ужаснейшие румяна. Вообще, надо их выкинуть. Вот эти румяна уже полностью матовые от AOA. Припыленные такие вот эти. Иногда даже я в своем макияже использую, когда мне нужно такое, что-то совсем уже завершающее. В моем образе бюджетный вариант. Можете обратить внимание. Также вот эти румяна у меня хорошие. В моем кейсе есть они. Потому что они довольно-таки универсальные. Они и не сатиновые, и не матовые. В них есть небольшая доля сияния, но она практически незаметна. Плюс такой универсальный оттенок. Я даже не помню, где я их покупала, если честно. Наверное, просто в каком-то обычном космическом магазине физическом. Увидела и влюбилась. Очень хорошая румяна. Как вы видите, это все. А дальше категория скульпторов. Но отдельно еще будут палетки для лица. Поэтому здесь такие немногочисленные единицы. Я уже миллион раз о нем рассказывала. И еще, наверное, столько же раз расскажу. Потому что это потрясающий белорусский продукт. Который можно использовать в любом макияже. Для любого оттенка и подтона кожи. Можно варьировать, наслаивать. Потрясающий скульптор. Дальше вот такая вот бюджетнейшая малышка от Lamelle. Это оттенок 404, по-моему, да. И это не румяна ни в коем случае. Это получается хороший скульптурирующий продукт. Который внезапно у Lamelle оказался. Очень много кто его любит. На скидках очень бюджетно можно приобрести. Поэтому советую обратить внимание, если вам нужно вот что-то такое недорогое. Вот этот скульптор от Hian. Один из моих самых-самых-самых любимых. У него довольно-таки правильный холодный оттенок. Как для скульптора. Господи, хоть бы он не разбился. Нет, он не разбился. Просто я это видео уже степаю второй час. Может поэтому как-то уже теряется координация движений. Оттенок это 506. Я его обожаю за потрясающий идеальный подходящий мне оттенок. Но не люблю за то, что есть у него проблема с залипанием. Его иногда довольно тяжело растушевать. Но это уже не такая проблема. Можно простить за идеальный оттенок. Вот такой скульптора бронзер от Stargazer Body Glow. Видите, это не типичный оттенок. Потому что это и не бронзер, и не скульптор. Очень любят в школах макияжа использовать этот продукт. Я его использую для скульптурирования таких более загорелых девочек. У кого не совсем светлая кожа. Вот для них он очень хорошо подходит. Еще вот такое средство от Lovely. Это получается и не бронзер, и не скульптор. Опять же, очень приятно пахнет как шоколадка. И выглядит как шоколадка. Оно дает такую красивую, едва уловимую тень на лице. Которая более теплая, наверное, я бы сказала, чем холодная. Но для дневного макияжа это иногда и кстати приходится. Также есть у меня вот такое люксовое средство от Dior. Это бронзер, но он в таком очень рыжем оттенке, что я им не пользуюсь. Мне его подарили. Не знаю, куда я его дену. Может оставлю для коллекции, может попробую продать. Но иногда хочется что-то такое в своей коллекции иметь. И, наверное, последняя категория в этом видео, чтобы оно не было бесконечным. Это палетки для лица. Первая, самая долгожданная, самая вожделенная. Это Hourglass, которая представлена в виде трех пудр, хайлайтер, пудра. Я так распределила. И такой, типа как бронза. Ну, что я могу сказать. Во-первых, она не стоит тех денег, которых она стоит. Но все-таки есть варианты ее использования, когда она смотрится потрясающе красиво. Очень вот эти вот отпечатки пальцев остаются на такой зеркальной поверхности. Но продукт стоит внимания. Думаю, что подробнее вам как-то расскажу о нем. Дальше вот такая тройнушечка от Belor Design. Тоже не единожды вам рассказывала. Судя по рефилам, можно понять, как сильно я ее любила раньше. Жалко, что она практически закончилась. Румяна здесь, кстати, тоже вполне себе достойная. Просто, опять же, я очень редко пользуюсь румяной. Дальше палетка от NYX. Я помню, что именно за этим оттенком Fea, самый светлый, я не то чтобы охотилась. Я просто выжидала, выискивала, где можно купить, заказать. Все-таки нашла. Потому что я помню, что Гаара Витясян просто потрясающе хвалила его. Но, опять же, судя по рефилам, можем понять, что скульптор здесь не просто хороший. Он отличный. Это, правда, очень красивый скульптор. Хайлайтер отвратительный. Это крупные блестки, которые смотрятся очень вызывающе, я бы сказала. Даже я, любительница хайлайтеров, этот хайлайтер не люблю. Он как-то лежит поверх кожи. Отдельные блесточки, которые вообще не пришей никуда. Не нравится. Пудра довольно светлая. Она концентрированная, пигментированная. Поэтому она не совсем подходит для фиксирования макияжа. Больше такая, знаете, как действительно скульптурирующая модель. Это высветлить зоны на лице более светлым оттенком. От Focalure есть у меня два продукта. Это вот это вот что-то ужасно отвратительное. Это блажь называется, по-моему. Да, монохром блажду. Но я предполагала, что это будет красивый скульптор. Ошиблась. Судя по расцветкам монитора, ничего здесь холодного нет. Я пробовала только вот этот оттенок, потому что на этот я даже не решилась. Это что-то ужасно рыжее, некрасивое. А вот этот продукт уже гораздо лучше. Это получается скульптор и хайлайтер в первом оттенке. Скульптор здесь не просто холодный, он какой-то морозный. При сильном наслоении он может давать даже немножко такую фиолетовинку. Поэтому нужно его использовать очень осторожно. А вот хайлайтер я бы не назвала здесь холодным. Он такой более шампани и довольно интенсивный. Вот прям очень сильно интенсивный. Поэтому палетка, в принципе, мне пришлась по душе, хоть не очень часто ее использую. Дальше вот такая палетка от Douglas. Никак не решусь снять видео, чтобы накраситься, полностью накраситься, сделать весь макияж только этой палеткой. Во-первых, мне очень нравится оформление. Похоже что-то на The Balm, по-моему, да, если я не ошибаюсь. И вот здесь столько различных продуктов и хайлайтеры, и румяна, и бронзеры, и тени. Я помню, что по большой скидке я ее купила довольно давно. Использовала, наверное, всего лишь пару раз. Потому что, ну, как-то, ну, вот не тянулась у меня ни душа, ни рука к ней. Но я все-таки решусь тестировать ее более предметно. Потому что есть здесь неплохие оттенки. Просто нужно поиграться. Думаю, что отдельно все-таки сниму видео, где буду делать весь макияж только этой палеткой. Про эту огромную палетку в виде планшета я когда-то вам уже рассказывала. Это Freedom. Столько продуктов для лица здесь содержится. Это все матовые румяна, сетиновые румяна, пудры и скульпторы, и хайлайтеры. Не могу сказать, что это что-то такое, которое потрясло мое сознание. Нет, обыкновенные продукты, в меру пигментированные, в меру растушевываемые. Ничего такого супер. Возможно, румяна здесь есть, таких неплохих оттенков. Но я, наверное, все-таки избавлюсь от нее. Может, кому-то подарю, может, продам. Первая часть моей коллекции. Это я выделила такие продукты для лица. Дальше обязательно буду снимать еще. Потому что даже одни палетки теней чего стоят. И помады, и кремовые тени, и так далее. Я очень-очень сильно надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, и если вы ждете следующую часть, обязательно ставьте пальчик вверх. Если у вас остались какие-то вопросы по поводу косметики, тоже пишите. Я обожаю с вами общаться в комментариях. Вы знаете, я радуюсь каждому лайку, каждому комментарию, каждой подписке. Поэтому, если вы досмотрели это видео до конца, я просто вами восхищаюсь. Потому что оно действительно получилось очень длинное. Спасибо, что вы со мной. Я вас обнимаю. Целую. Встретимся уже очень скоро в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok